Из выездной студии ОНТ отличный вид на Стеллу в Минск, город-герой, где сейчас и развиваются главные события. Мы все ждем праздничный концерт. Елена Михайловская, Александр Серебренников уверен, также в предвкушении. Вот перед тем, коллеги, как вы пройдете на площадку, ждем от вас последних новостей. Добрый вечер, Александр. Действительно, мы в предвкушении. Мы сообщаем, что буквально считанные минуты остаются до начала галоконцерта здесь, у Стеллы, Минск, город-герой. Ну что, с праздником страна! И, конечно же, особые слова благодарности всем тем, кто проводит сегодня этот праздник, в этот день у телеэкранов нашего канала. И должны сказать вам, что атмосфера здесь потрясающая, нам с высоты видно все. Абсолютно все. И сообщаем, что уже достаточно многолюдно последнее приготовление к концерту. Организатор концерта наш телеканал, телеканал ОНТ. Это значит, что программа будет музыкально насыщенной, увидим любимых нами артистов, а после праздничный мега-салют. О, а за 5-10 минут до этого, конечно же, традиционная акция, которой уже более 15 лет. Споем гимн вместе, друзья! Это, пожалуй, самый эмоциональный момент, не менее волнительный этот момент для нашего гостя, который 15 лет назад возглавлял Государственную комиссию, которой предстояло выбрать тот самый гимн. Приветствуем в эфире Владимира Нестеровича Дражина! Здравствуйте! С праздником вас! Спасибо! Вас тоже с праздником! Владимир Нестерович, гимн – ассоциация с конкретной страной. 2002 год. Вы возглавляете Государственную комиссию. Предстоит выбрать новую редакцию гимна. Чем вы руководствовались? Что учли при этом? В то время действовал у нас гимн, который был написан в послевоенное время композитором Нестором Соколовским и поэтом Михаилом Климковичем. Конечно, время требовало создания нового гимна, и глава государства делал нам поручение, создав Государственную комиссию по написанию нового гимна. Состав комиссии был представительный, мы приступили к работе, и в течение шести месяцев шла напряженная ответственная работа. Наши композиторы-поэты предложили несколько вариантов новых вариантов гимна. Но комиссия изучила общественное мнение в нашей стране, и мы видели, что наше население желает слышать музыку прежнего гимна, а слова требовали доработки. И комиссия приняла решение, чтобы эта доработка состоялась. Многие поэты приступили к работе, и мы потом рассматривали их предложения. И комиссия пришла к выводу, что наиболее удачный вариант слов – это слова известного поэта Владимира Ивановича Коризны. И я хочу сказать, потом наши творческие коллективы приступили к наполнению гимна. И первое исполнение, которое было сделано хором, оркестром и солистами, позволило нам сделать вывод, что наиболее удачное исполнение хором. И, конечно, канал ОНТ, приняв этот сигнал, сделал великую работу, создав условия, и уже 15 лет мы всей страной исполняем новый гимн. И этот год не исключение. И этот год не исключение. Владимир Иванович, спасибо вам огромное, еще раз праздникам вас. Спасибо вам. Друзья, не забывайте, в 22.55 «Споем гимн вместе» – акция, которую придумал телеканал ОНТ, и она с удовольствием поется всей страной. «Споем всей страной, друзья!» Обязательно и насладимся после этого красочным салютом 30 залпов из 6 точек по городу. Ну, конечно, самое главное здесь – у Стелы Минска город-герой. Мы уже заняли места, припасли и для вас, Александр. Так что ждем сразу после эфира. Елена Александровна, спасибо за насыщенный эфирный день, отличное настроение. С вами было приятно доработать. Обязательно еще увидимся позже у Стелы. Продолжение следует...